Сергей Данила, заместитель директора Центра Ближневосточных Исследований, с нами на связи. Сергей, приветствуем вас в нашем эфире. Приветствую вас. Для того, чтобы все-таки раскрыть полноценно нашу тему, это о том, как все-таки отношения развивались к Кремля и Хамасу, нам все-таки стоит посмотреть, наверное, не в события. Я сейчас не к вам, Сергей, чтобы вы понимали, и для наших зрителей. Посмотреть все-таки хронологию событий даже не вчерашних дней, и недавности отношений месяца определенного какого-то месяца назад. Нет, мы все-таки посмотрим с вами, с вашего позволения, на то, как развивались отношения и трансформировались отношения Хамаса и Кремля после 24 февраля 2022 года. А есть все-таки несколько акцентов, на которые хотелось бы и стоило бы обратить внимание. Все-таки российско-израильские отношения, они все-таки охладели после 24 февраля. Возможно, ну, не полностью, но охлаждение определенной процессы происходили. Но вот связи Москвы и движения Хамаса, они тогда активизировались. Напомню, в мае 2022 года представительная делегация сектора газа тогда посещает Россию. Встреча происходит с министром иностранных дел Сергеем Лавромым. Что тут интересно, также присутствовал на этой встрече глава Чечни и Кадыров. Руководители Хамаса, я напомню, признаны террористической группировкой США, ЕС и Израиль. Ранее также много раз встречались с российскими дипломатами. Но до последнего времени израильские власти исходили из того, что реальное влияние Москвы крайне все-таки ограничено. Что же показал этот период после 24 февраля? Насколько события, скажем так, и последнего года, что показывают? Насколько контакты России и Хамаса дополнительно активизировались? Если мы говорим и не просто говорим голословно, а используем определенные все-таки аспекты из хронологии, о которой я сейчас вспоминала. О чем может свидетельствовать активизация этих отношений? Ну, они далеко не только с 24-го, 02-го, 22-го года активизировались. Эти контакты имеют очень устойчивый характер. Россия очень много инвестировала в поддержание отношений с Хамасом, ну, со всеми палестинскими организациями. Но с какого-то момента они сегментировали. То есть, что-то для Фатха, для Западного берега, это отдельный трек российской политики, отдельные ресурсы, которые выделялись. И что-то для Хамаса отдельно. И, знаете, там, это еще с советских времен, на самом деле. В Крыму, в Перевальном, в советское время действовала база, где готовились боевики палестинские для войны с Израилем. И часть этих боевиков ушла в Хамас. И там очень-очень глубокие корни этих отношений. Еще с советского КГБ и тех времен. И на самом деле Россия пробовала и подкармливать Хамас, и давать им трибуну. То есть, каждая встреча в Москве, это дополнительная трибуна. Они приезжали из Катара, они приезжали из Египта, где они одно время базировались. Где была такая запасная штаб-квартира. Сейчас преимущественно из Катара. И они координировали свои действия с Хамасом очень давно и очень плотно. Сергей, ну важно, есть заявление Ричарда Кэмпа, это бывший полковник британской армии. Он сказал такое, цитирую, с вашего позволения. Не желая напрямую взаимодействовать с НАТО. Путин вместо этого разжигает конфликты между Азербайджаном и Арменией, Сербией и Косово, в Западной Африке, а теперь и в Израиле. В контексте последних событий, последних дней. На самом ли деле Россия вот так напрямую действует на боевиков Хамас, боевиков Хезбалла и других радикальных исламских группировок? Во всяком случае, она пробует это делать. Точно неизвестно, насколько они именно координируют, насколько они влияют и насколько они могут дать им, например, зеленый свет. Но точно мы можем сказать, что у России есть рычаги влияния, они есть информанты в середине Хамаса и Хезбаллы. И если влияние России может быть меньше, чем Ирана, но оно есть. И российские спецслужбы, и российские востоковеды очень плотно сотрудничали и работали с этими организациями. Я думаю, что российская сторона знала о плане атаки, например, на Израиль сейчас. И несмотря на то, что в Израиле сейчас премьер-министр Натаньягу, который имеет очень близкие личные отношения с Путиным, российская сторона не предупредила Натаньягу и его правительство о том, что готовится такое нападение на Израиль. Вот, Сергей, я хочу все-таки такой вопрос вам адресовать. А зачем сейчас все-таки России нужен Хамас? Потому что, если ранее, насколько я понимаю, у Москвы еще были определенные надежды быть посредником переговоров все-таки между разными враждующими, скажем так, палестинскими фракциями, вы их, в частности, сегодня вспоминали, и Хамас, о котором мы говорим, ФАД, и исламский джихад, и другие. Ну и также, насколько я понимаю, были попытки возобновить работу Ближневосточного квартета, одним из участников которого является Российская Федерация. Но это было ранее. А что же сейчас, если мы говорим, потому что все-таки, напомню нашим зрителям, в 2022 году президент США, тогда это был Дональд Трамп, он предложил все-таки свой план по Ближневосточному регулированию, был определенным посредником, и стал, точнее, посредником между Израилем и несколькими арабскими государствами. А вот сейчас, в 2023 году, России все-таки в каких аспектах, и для чего необходим сам именно Хамас? Ну, прежде всего для того, чтобы разрушать мировой порядок. Это нападение, это какой-то, какой-то, я не люблю эти технологии, но все-таки, это какой-то аналог 24-го, 02-го, 22-го, да? То есть, мировой порядок рушится. Россия выгодно, чтобы не одна, а одна была изгоем. И чтобы атака на мировой порядок была с разных сторон. Понятно, что Хамас не делал это самостоятельно, и Иран к этому непосредственно причастен. И спикеры Хамаса прямо благодарят Иран за финансовую, военную, разведывательную поддержку в осуществлении этой операции. И с точки зрения России, атака на международный порядок с разных сторон есть хорошо, потому что это размывает ответственность и увеличивает фронт. Это атака не на Израиль, это атака на Запад в представлении россиян. Ну и второе, они прямо говорят о том, что это отвлечет ресурсы от Украины, это отвлечет внимание от Украины. И они видят в этом свой шанс для того, чтобы продолжать свою агрессию против Украины. Тем не менее, политики, лидеры общественного мнения напоминают о войне России против Украины. Джессика Берлин, к примеру, это политический аналитик у себя в Твиттер, написала, цитирую, то, что вы видите сейчас в Израиле сегодня, напрямую связано тем, что вы видите в Украине каждый день, как раз намекая как раз на войну Российской Федерации против Украины, полномасштабную и до начала полномасштабного акта этой войны. О другом аспекте также, Сергей, хочется обсудить тему с вами. Ныне среди российских пропагандистов распространяется тезис с, это, понятное дело, с главным целеуказанием, это западные страны, что якобы боевики Хамас используют украинское вооружение, либо вооружение, которое передали Украине западные партнеры, якобы Украина передала их в дальнейшем боевикам Хамас. Насколько, давайте так, реалистичны подобные заявления? Для чего Украине, если заходить в эту зазеркальную логику, вооружать боевиков Хамас? Да. Ну, первый это запустил Соловьев, кажется, так называется их пропагандист, да? И после этого русские паблики начали это разгонять. На самом деле все российские паблики патриотического так называемого направления очень радовались атаки на Израиль, воспринимая это как атаку на глобальный Запад, с одной стороны, а с другой, ну, привычный, старый, добрый русский антисемитизм, союз русского народа сто лет назад, больше, чем сто лет назад, да, и русский националист, это антисемит. А для чего? Ну, для того, чтобы размыть ответственность, для того, чтобы показать Украину как ненадежного партнера, который не может контролировать свое вооружение, как коррумпированную страну, как failed state. Это их стандартная мантра, которую они повторяют для своих прокси, для всяких АФД в Германии, для ультралевых и для ультраправых, для того, чтобы уменьшать поддержку Украины в странах Европы и в Соединенных Штатах. И для того, чтобы умножить вот эти конспирологические теории, которые поддерживаются часть сторонников Трампа. Это настолько же смешно, потому что теперь это будет спустово, это будут отрицать израильтяне, эти фейки, которые они наплодили, они такие смешные, что это не стоит даже обсуждать, но они это все равно будут делать, потому что это русские. А русские, когда открывают рот, он врет. Тем не менее, если вот в теме вооружения все-таки остаться, если украинского вооружения нет у боевиков Хамас, то есть вооружения, которые мирные украинцы точно слышали в небе. Скажу вот таким образом. Накануне довольно широко в разных социальных сетях, Twitter, TikTok и многое другое, местные жители в Израиле, они делали видео, в которых был довольно характерный звук, украинцы его знают, называют этот звук мопед. Если по обычному, то это Шахет-131-136, беспилотник иранского производства. Сегодня также американский политтехнолог и политолог Джейсон Джейсмарт в Twitter X опубликовал видео с беспилотниками, которые Хамас использовал для атаки на Израиль. Написал Смарт, что это дроны Камикадзе, используемые Хамас для нападения на Израиль, очень похожи на иранские, которыми Россия обстреливает территорию Украины. Разные модификации, но тем не менее довольно похожи. Данное видео опубликовали сами палестинские боевики Хамас, подписав, что это тренировочные полеты. Но тем не менее вчерашние звуки, скажем так, наделали шуму в социальных сетях, а нет ли прямого сейчас отношения и помощи со стороны Ирана Хамас. Вопрос, конечно, риторический, но тем не менее. Кстати, в контексте Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку Хамас, которые атаковали Израиль накануне. Кто бы мог сомневаться. Ныне для западного мира условного вновь вырисовывается эта ось зла, о которой предупреждал президент Зеленский, выступая на разных абсолютно форумах. От J-19 до Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Первый раз я это сделал несколько лет назад на Мюнхенской конференции. Я помню до сих пор, это 20-й год, когда просто взывал, извините за это слово, но так практически и было ко всем странам понимание, что на самом деле ось зла очень быстро может, скажем так, ее протяженность увеличиваться. Вот сейчас результаты просто есть определенные. Западные страны видят, что ось зла сформировалась. И это формирование несет угрозу не только Украине, не только Европе, теперь и Израилю. Возможно, существование этого государства. Кто знает, какие государства еще подключатся к уничтожению мирных жителей Израиля. Как теперь Запад должен реагировать на эту ось зла? Ударами по территории России, по территории Ирана, дипломатическими заявлениями? Ну, хороший вопрос. На самом деле мы в третьей мировой войне, на самом деле, да. Но ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе очень не хотят признавать этот факт. На самом деле этот удар по Израилю, он в определенной мере должен стать такой же стряской, как стало 24-е, 02-е, 22-го. И Запад должен проснуться. Он должен понять, что теория вот этой управляемой войны, которую они применяют к нам, да, управляемая, оно не работает. Нельзя по чайной ложечке давать вооружение. Нельзя думать, что если ты не даешь что-то, ты не провоцируешь больше. На самом деле надо просто выиграть. Выиграть у России, выиграть у Ирана. Надо победить врага. Я понимаю, что это страшно. Я понимаю, что в Вашингтоне и в Брюсселе боятся этой реальности. А реальность простая и страшная. Либо мы, либо они. И война с Украиной и война с Израилем, это не война с Украиной и не война с Израилем. Это война с Брюсселем и Вашингтоном. И в Тегеране, и в Москве именно так формулируют свою задачу. И если вы отступите здесь, в Украине, вы проиграете в конце концов там, в Брюсселе и Вашингтоне. И новый мировой порядок будет сформирован в Москве и в Тегеране, и в Пекине. И потому вот это вот давание по чайной ложечке Украине вооружений, а будет новая эскалация, если мы дадим Таурусы, да. Эта логика преступна, потому что она провоцирует новые удары. И то, что произошло в Израиле с 7 октября позавчера, это прямой результат российского вторжения в Украину. Что ждет вот Запад условный, Брюссель и Вашингтон в случае установления этого порядка, видели мы наканули в страшных кадрах, которые и ныне распространяются, в том числе и Цахал. Невзоров писал вот так об этом, я с вашего прозволения процитирую. Бессмысленное, но тщательное уничтожение мирных давно стало визиткой России, то есть сравнивая методы Хамас, не этих людей, которые, простите, в тапках перебегали границу, да, вместе с трактором, а те, которые планомерно заходили на территорию Израиля и уничтожали мирных жителей и совершали свои ожесточенные антигуманные действия. Далее цитирую Невзорова, Пятикантроп и Хамас, конечно, зверюжничали и ранее, но хаотично и диффузно. Сейчас в действиях дикарей появилась система, которая легко позволяет угадать их дрессировщиков. Намекает господин Невзоров на как раз руку Москвы, руку Кремля, которая набила уже оскому многим на Западе за последние нацать лет. Скажу вот таким образом. Такие кадры жестокости боевиков Хамас, какое впечатление, по вашему мнению, по оценке первых дней, произвели на те западные страны, о которых вы говорите, которых должны опасаться построения нового миропорядка в Москве и в Тегеране? Мне сложно сказать. Я все-таки следил за реакцией на Ближнем Востоке больше в своем целевом регионе. И даже на Ближнем Востоке эти кадры были восприняты далеко не так, как ожидали хамасовцы, либо иранцы. И то не все иранцы, а именно правящий эстеблишмент нынешнего Ирана. Мне сложно сказать, что должны чувствовать люди, которые всегда выступали за абсолютно справедливые на самом деле требования палестинцев и против неправильной и часто преступной политики Израиля. Давайте про это тоже не забывать. Но эти кадры, они шокируют. Я, честно говоря, прослезился, когда увидел этих детей. Я, к сожалению, часто бываю в освобожденных регионах на Херсонщине. Я слушаю рассказы людей, которые пережили оккупацию, либо российское зверство, которое происходит на территории Украины. У меня... Я часто плачу от того, что слышу. Когда я увидел эти кадры, меня порвало. Что должны и как прореагируют наши западные партнеры? Ну, очевидно, политический эстеблишмент понимает, какой это кошмар. Насколько люди, которые до сих пор в Европе поддерживают Россию, смогут провести эти параллели и понять, что это все события одного ряда, ну, я не знаю. Надеюсь. Посмотрим. Время покажет. Да, время покажет. Но вы знаете, те кадры, которые сейчас показывали наши коллеги, и те кадры, которые надолго останутся в памяти до конца жизни многие из нас, я думаю, украинцев, и не только. Кадры из Буч, кадры из Ирпеня, кадры из Изюма. Давайте, если у нас есть возможность, сейчас вот показать. Это кадры с территории Украины, напоминаю. Это кадры зверства российских... Да, да, Сергей. Буча и Ирпеня, это хорошо. Херсонщина, что там происходило, какие там кадры. Они не стали известными просто медийно так, но на самом деле те рассказы от жертв российских репрессий, российского этого... Это страшно. Там, поверьте мне, там ни одна Буча на Херсонщине была. Абсолютно точно. Абсолютно точно, Сергей. Вы знаете, просто к вашему месседжу необходимости адекватной реакции со стороны столиц западных, скажу вот таким образом. И если представители, президенты, премьер-министры, канцлеры и прочие-прочие сильные люди мира всего не хотят видеть таких картин в Берлине, в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, в других городах Европейского Союза и не только, то здесь и сейчас нужно реагировать на оси зла, которая уже устоялась и грозит всему миру не просто где-то каким-то локальным конфликтом, ни в коем случае, а третьей мировой войной. Просто нужно посмотреть на эти обезумевшие лица, которые с радостью смотрят на подобные кадры, размахивая шашкой и рассказывая о том, что если вы будете выделываться, простите за грубость, это будет в ваших городах. Я думаю, что чтобы предостеречь подобные кадры в столицах Европейского Союза, к примеру, или в Вашингтоне, здесь и сейчас не просто с заявлениями с обеза ООН, а должны реагировать на терроризм. Как мне кажется, это адекватный ответ террористам как Хамас, так и Кемеля. По-другому мы сказать не можем. Сергей, спасибо вам большое за участие в эфире «Фридом». Всегда вам рады здесь. Напомню, что Сергей Данилов был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале «Фридом». Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.